Еще одна проблема, с которой сталкиваются молодые мамы – слишком много молока. Грудь твердеет, иногда может повышаться температура. Как не довести грудь до воспалительного процесса, рассказываем. Одно из осложнений, связанных с грудным вскармливанием – лактостаз. Это застой молока в протоках молочной железы. Встречается часто, может быть связан как с избыточной выработкой молока, так и с сужением протоков железы. Особенно это актуально в период становления лактации первые две недели, когда потребности ребенка еще малы, но у женщин на фоне гормональных изменений в организме происходит массивная стимуляция лактанции. И вырабатывается больше молока, чем потребность у ребенка в данный период. Обычно на установление этой лактации отводится 2-3 недели в месяц. Резкий отказ от грудного вскармливания, нерегулярные кормления, неправильное прикладывание младенца, травмы, сон на животе, переохлаждение и стресс. Все это провоцирует закупорку протоков и увеличивает объем молока. Первые признаки лактастаза – это появление уплотнения в молочной железе, чувство дискомфорта, тяжести, болевые ощущения. Затем же по мере прогрессирования этой ситуации возникает местное повышение температуры вначале, как воспалительная реакция, потому что растяжение ткани, стимуляция. Затем уже краснеет ткань над областью уплотнения. И только, если все равно ситуация не разрешается, только затем уже происходит повышение температуры тела. Лактастаз может стать причиной осложнений и воспалений. К примеру, мастопатия – это доброкачественные новообразования. У таких пациенток риск развития онкологии молочных желез выше в 3-5 раз. Отличить, что стало причиной осложнений – мастопатия или лактастаз – может только врач. Не допустить тяжелых последствий можно. Начать нужно с профилактики. Первое, что советуют врачи – это раннее прикладывание груди. У ребенка происходит стимуляция сосательных движений. Он чувствует себя защищенным, спокойным, умиротворенным. Тепло от мамы и запахи получает. А женщина в это время также получает успокоение. Получает стимуляцию лактации. Она чувствует себя нужной и необходимой. Происходит стимуляция выработки молока. У нее формируется доминанция кормления ребенка. Дальше – кормление по требованию ребенка. При этом перерыв не больше трех часов. Еще один совет. Врачи рекомендуют кормящим мамам спать на боку. Исключить стресс и недосыпание. Также важно правильно прикладывать ребенка к груди. Посторонних звуков и причмокиваний не должно быть. Специалисты говорят, соблюдая все правила, можно о лактостазе не переживать. Если все же столкнулись с патологией, выход есть. Главное – обратитесь за помощью к специалистам. Врач назначит лечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова